Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале Счастье в нас самих. И сегодня, как и каждый день, давайте посмотрим советы Таро вместе с законом притяжения. Что это значит? Это значит, что то, что показывают карты, это то, что вы притянули к завтрашнему дню. Ну и, конечно, как всегда, хорошие новости. Это то, что мы всегда можем изменить то, что с нами происходит. Это, конечно, не однодневный процесс. В большинстве случаев это действительно планомерное контролирование своих мыслей. Но если мы действительно научимся этому и действительно это практикуем, то тогда мы можем действительно контролировать то, что происходит с нами. Именно настроение того, что происходит с нами. Потому что очень часто мне клиенты говорят, ну я же не об этом думала или думал, я же не так думал или думала. Но когда мы входим именно в настроение мыслей, в направление мыслей, мы тогда и видим, что же, какое настроение мыслей было, какая концентрация на чём была. И, соответственно, то, что происходит, и есть настроение и концентрация вот того, о чём мы думали раньше. Ну что, мои дорогие, смотрим завтра. Что же мы притягиваем? Ну, притягиваем мы на завтра радость. И когда выходит эта карта, я всегда улыбаюсь, да я, в принципе, стараюсь улыбаться большинство времени, когда я предсказываю. Вы, конечно, не видите, но переключать камеру с лица на руки, это очень долгое и муторное занятие, поэтому я и, соответственно, всегда практически видите руки. Хотя те, кто на моём канале давно, вы меня могли видеть и раньше. У меня есть видео, в которых я именно снимала себя любимую. Ну и, конечно, фотографии и так далее. Вы знаете, о ком идёт речь. А если вы подписаны на мои соцсети, Facebook, Instagram, там всегда есть и моя фотография, поэтому подписывайтесь на мой Facebook, на мой Instagram, в TikTok. Я там тоже есть. И, соответственно, там и посты, и вы можете увидеть меня сегодня. Ну что, притягиваете вы на завтра хороший день. Если запланированы какие-то семейные встречи, они пройдут на высшем уровне, они пройдут в прекрасной, тёплой обстановке, и все получат от этих встреч удовольствие. Если у вас перед вами стоят какие-то задачи, и вы не знаете, как их решить, вот тут помощь от ваших родных, близких, семьи может быть бесценной. Я не говорю сейчас о финансовой помощи. Здесь вообще речь не идёт о финансах, потому что карта не финансовая. Карта более эмоциональная и чувственная. Это кубки. Но очень часто именно моральная поддержка важна. Если вы ожидаете только финансовой поддержки, скорее всего, вы её не получите. А вот моральную поддержку, совет, и вот такое ощущение, что у вас сзади есть кто-то, на кого опереться, вот это может произойти, эта встреча может принести. Ну и, конечно, смотрите, в сегодняшнем мире именно значение карт немножко меняется. Встреча может быть как физическая, так и онлайн, так это может быть и при помощи каких-то платформ, как WhatsApp, и Facebook, мессенджеры. Ну, большое количество сегодня платформ, где идёт общение, где можно обмениваться информацией. И вот тут это может быть не только физическая встреча, но и встреча в онлайн. И вот здесь я вам хочу сказать, что она нужна вам будет по той причине, что за что-то вы очень сильно переживаете, и что-то очень сильно вас гнетёт. И для того, чтобы это состояние не продолжалось, для того, чтобы выйти из этого состояния, вам тоже нужна будет какая-то поддержка. И вот тут я уже сказала выше, что встреча, эти встречи, это какие-то собрания именно родных, близких, могут вам в этом помочь, и могут помочь вам, давайте так, очиститься от всего, что вам мешает. А в данном случае это какие-то страхи, какие-то переживания, непринятие чего-то тоже может это в себя включать. И вам будет это очень-очень важно. И ещё одна карта. Вот, кстати, вот именно после этой встречи может произойти вот это очищение, то, что я сказала. Очищение, ну, знаете, как, я не говорю физическое очищение, сейчас, я говорю ментальное очищение. Вы знаете, вот меня иногда клиенты спрашивают, а вот что делать, когда у меня вот такое-такое состояние. Я говорю, а идите помойте руки. Иди помой руки, я говорю. Люди, конечно, если это именно видеоконсультация, у них в глазах, я вижу, знаете, непонимание. А ведь, когда вы идёте именно просто помыть руки, давайте так, вы включаете воду, и вы представляете, что эта вода начинает смывать вашу, вашу, ваш страх, ваши переживания, вашу злость, вашу обиду. Вот всё негативное, от чего вы хотите избавиться. Потом вы намыливаете руки, и вы усиливаете очищение, когда вы намыливаете руки. Вы мылите руки, и вы представляете или говорите себе, что это мыло смывает то, от чего вам надо избавиться. А потом вы смываете руки. И когда вы их смываете, вы опять или повторяете себе, потому что, например, я аудиал, и я не всегда могу построить картинку визуальную, но мыслеформы я могу строить. И я очень часто даже информацию, которую я вам рассказываю, я её не картинками вижу, а мыслеформами, а мыслями, а именно, как, знаете, цитатами. И, соответственно, точно так же можете и вы, и когда вы закончили, стряхнули руки, и опять говорить себе, я очистился или я очистилась вот от того, что мне мешалось. Кстати, таким образом избавляться можно от чего угодно. От чего угодно. Просто единственное, что, ну опять же, мы же руки моем не один раз в день, правильно? Вот столько раз, сколько вы моете руки в день, столько раз делайте эту практику. И возьмите себе в привычку каждый раз, когда вы моете руки, берёте душ, представлять себе очищение. И вот это очищение может быть не с первого раза, оно вам поможет. А завтра это будет актуально, потому что всё-таки что-то будет вас мучить. и вы можете от этого избавиться и по крайней мере вывести своё эмоциональное состояние на какой-то баланс с вашей помощью и с помощью людей, которые вокруг вас. и по крайней мере вы можете сделать это по крайней мере Продолжение следует...